слава богу слава иисусу христу приветствую всех братья и сестры сегодня трансляция после долгого такого перерыва трансляция с утренней молитвы слава богу так вот начинаю сейчас эфир уже слава богу аллилуйя аллилуйя спасибо господи приветствую всех всех святых слава богу надеюсь меня видно слышно вроде как уже эфир пошел слава богу аллилуйя вот так буду видеть сообщение еще я слава иисусу христу слава навеки богу святому и ни в ком другом нет спасения дамы и господа братья и сестры ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежал бы нам спастись которым спасены которым спасаемся слава богу сейчас сегодня и всю эту неделю вот сегодняшнего дня и до субботы я имею возможность проводить такие утренние молитвы в прямом эфире технически практически имеет такую возможность слава богу я воспользовался этой возможностью эти дни я в петербурге вот у моих друзей и здесь квартира и здесь вот эту неделю я имею возможность быть вот один и подключаться прямой трансляции работать над книгой а вот и делать записи слава богу так что благословен бог наш действительно благословен бог наш здесь вот здесь после дома прям тоже таджики узбеки сработают и очень вкусный хлеб пекут вот я должен воспользоваться этим я прошлый раз еще здесь был тоже в гостях я покупал у них вот очень понравился мне фатир называется хлеб так вот вот я думаю как раз для причастия для хлевоприломления этот хлеб как раз использую сегодня так что совершим и причастие хлевоприломления евхолистью вот и вчера взял соку вот такого тоже в сады придоны называется то есть вот так что самое главное конечно это не качество сока или значит хлеба я говорил уже об этом как то вот прошлый раз уже на тех эфирах с киева что самое главное это качество нашей веры нашего рассуждения о теле и крови господа иисуса христа рассуждения о жертве великой которые мы спасены через веру это не от нас это божий дар святой слава богу так что он вот так вот друзья да вот хлебоприломление причастия святого евхаристия хлебоприломления вот слава богу эти дни я здесь в северной столице и здесь много церквей слава богу вот наверное в россии это наверное самый такой еще религиозно такой насыщенный и разнообразный город я другой такой даже не знаю честно говоря в россии я все россии объездил но такого как в петербурге и нет не видел я никогда здесь действительно наверное такое самое большое разнообразие многообразие религиозное слава богу и это это радует действительно вот кстати петр алексеевич петр великий то он закладывая как раз этот город он и в общем-то как столицу империи тогдашней арсений пишет доброе утро рад вновь видеть вас прямом эфире спасибо брат дорогой спасибо слава богу так вот было обозначено тогда еще что это будет город разных конфессий разной динаминации но что касательно нашей конфессии что касается именно вот нашей динаминации как бы конфессии православия имеют православие то сегодня есть тема для молитв большая тема для молитв я думаю сегодня буду еще делать и днем включения пользуясь случаем пользуясь возможностью что вот здесь сейчас вот знаете ли потому что сегодня в традиционном православии покров праздник покрова богородицы так называют в традиционном православии к сожалению так именно называют марию матерь нашего господа иисуса христа вот это ужасно конечно но по милости господней выходим из этого болота я буду свидетельствовать сегодня также вот и на вечерней молитве семинар такой получается сегодня вечером завтра послезавтра вот буду проводить всю эту неделю но по утрам в 6 утра буду проводить вот такие прямые включения с утренней молитвы с хлебопреломлением потому что без господа мы ничего не сможем сделать иисус сам сказал что без меня вы не сможете сделать ничего поэтому я всецел уповаю на него и сейчас уповаю только на него и на подаваемую им благодать спасибо господь за все благодарю тебя боже за это доброе утро благодарю тебя боже за милость и благодать твоим благодарю тебя за действительно великое чудо, чудо всех чудес, спасение, жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю Дух Истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, И хвала Тебе, слава Тебе и хвала, Боже Всебогущий, благодарю Тебя, Боже, за это доброе утро, обновилась милость Твоя к нам, Господь, Боже, обновляются наши чувства, Боже, с Тобой друг к другу, я принадлежу Тебе, мой возлюбленный, а Ты, мой возлюбленный, принадлежишь мне. Они ведодили, благодарю Тебя, Господь, слава Тебе и хвала, благостави, Господь, сегодня и хлебопреломление наше, благостави сегодня, Боже, всех молящихся Тебе, благоставляющих великое имя Твое, Боже, благостави сегодня в этом хлебопреломлении всех нас, Боже, верующих разных конфессий, разных динаминаций, благостави сегодня Петра Творения, благостави сегодня Петербург, здесь Северо-Запад России, благостави, Господь, духовное пробуждение здесь, Боже, во имя Иисуса Христа, Пусть имя Иисуса на берегах Невы прославляется непрестанно, Аллилуйя, да и по всему лицу земли, Господь. Благостави сегодня Иерусалим, благостави Израиля, благостави сегодня, Боже, всю нашу истрадавшуюся планету, потому что вся тварь стенает и мучается, все творение стенает и мучается, ожидая откровения сынов Твоих. Боже всемогущий, благослови, благослови во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь наш, благословен Бог наш. Аллилуйя, аллилуйя. И читаю второе послание к Олимпинам, апостолу Павлу, аллилуйя. Пятая глава, вторая Колимпина, пятая глава, с восемнадцатого стиха, ну и даже еще и раньше, здесь все прекрасно вообще, даже и восхитительно просто вообще, аллилуйя. Семнадцатый стих, а перед тем шестнадцатый, тоже потрясающе. Вообще все, Писание Бога вдохновенно. Вот. Начну с шестнадцатого даже стиха. Отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Слава Тебе, Господь, спасибо Тебе. Аллилуйя, аллилуйя. Ох, Христос сегодня в наших сердцах, сегодня Христос в нас, в верующих. Спасибо Тебе, Господь. Он не просто по плоти, нет. Христом по плоти больше не верующий нам интересуется. Да, скорее так, и люди религиозные, Христом по плоти больше интересуются. Вот. Но настоящие верующие, мы интересуемся Христом и всегда любим Христа по-настоящему. Не по-нарошку, по-правдушному. Не по плоти, в духе. Аллилуйя. Итак, пишет Павел Апостол, 2 Коринфянам 5,17. Дальше. Кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Древнее прошло. Теперь все новое. Спасибо Тебе, Господь. Теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Просто миллион раз аминь. Это великое чудо. Это великая благодать Божья. Великая благодать спасительная. Аллилуйя. Вот здесь Ольга пишет Сотова. Приветствую, дорогой пастор. Рада быть с вами в прямом эфире. Прошу вашей молитвенной поддержки за мужа Сергея. А, ну за моего тезку получается, да? Симптом желтухи или что-то с печенью. Господь, прямо сейчас прикоснись к этой семье Божьей. К Сергею особенно Божьим. Прикоснись, как Бог-целитель. Во имя Иисуса Христа. Я присоединяюсь к этой молитве прямо сейчас Божьей и благоставляю Сергея и Олю Божьей. И благоставляю Сергея на полное исцеление. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу, дорогая сестра. Вот сегодня ожидаем спасения. Его сейчас тело. От этой болезни. Что-то с печенью. Но Бог знает, что Господь, пусть его печень работает хорошо. И все его внутренние органы во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю вас. Благоставляю Сергея. Благоставляю ваш дом. Слава Богу. И действительно, вот на кого нам еще уповать? На кого нам уповать, как не на Господа нашего? Который есть действительно целитель. Который действительно есть освободитель. Слава Богу всемогущему. Спасибо тебе, Господь, за все. И великое спасение, великая благодать, о которой я прочитал сейчас. Самая величайшая благодать. Действительно, спасение. Дар вечной жизни во Христе Иисусе, Господе нашим. Дар вечной жизни во Христе. Это подарок от Бога. Спасение. Жизнь вечная. Свобода во Христе Иисусе. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Благодарю тебя, Божий, всемогущий, за то, что благодатью мы спасены. И это не от нас. Это твой, твой святой Божий дар. Благодарю тебя, Господь, что действительно это великое чудо Божьим спасением. Примирение. Ты во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Благодарю тебя, Господь, за эту жизнь вечную во Христе Иисусе. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Благодарю тебя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. В этой поездке в Петербург первые дни мы были с сыном. Потом я отправил его домой. Он учится у меня в медицинском колледже. И, знаете, поэтому он не мог надолго быть здесь, в Петербурге. И я его отправил на поезде домой. И мы с ним общались немного в эти дни вот так вот о том, о всем. И, среди прочего, я ему сказал одну такую мысль, она его заинтересовала. Потом он напомнил мне ее. Что часто мы в христианстве, я это часто наблюдаю, и в своей жизни его наблюдал, и в своей церкви, нашей реформаторской православной церкви Христа Спасителя. И в других церквях, в других конфессиях, разных очень конфессиях, православных, протестантских, католических, разных церквях. Вот, что мы часто действительно вымаливаем у Бога то, выпрашиваем у Бога то, что Он уже дал 2000 лет тому назад. Вот, и я себя все время ловлю на мысль о том, что вот эта перестройка, которая происходит в разуме, это очень важная вещь. Само слово покаяние, если брать греческое, новозаветное, метаноя, да, метаноя, это перемена сознания, изменение мышления. И вот пусть в этом причастии, в этом хлебопреломлении произойдет изменение мышления. Пусть происходит прямо сейчас изменение сознания нашего. Это очень важно. Вот, допустим, даже в православной традиции, вот, допустим, очень хорошо, широко известной, тоже практикуется это. Поется, Господи, помилуй. Но верю, Оля пишет, сестра Ольга, но верю, что и это состояние Его Иисус забрал на крест Голгофы. Аминь, аминь. Благодарю за молитву и вам благодати Божьей, и Его Божественного здоровья, и вашим близким. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу. Действительно, вот это перемена сознания. Я осознаю это часто, а иногда это недопонимаю, иногда лучше понимаю, иногда хуже понимаю это. Вот, но, знаете, понимание такое, библейское, что когда происходит осознание, лучшее, большее осознание, когда имеем Бога в разуме, позаботившись о том, чтобы иметь Бога в разуме, в сознании всегда, что Он совершил, как в той песне поется, помните, там, протестантские церкви, это разных направлений, течений, конфессий, там, пели еще в 90-е годы такую песню. Мне очень нравилась она. Он наш спаситель, и Он царь царей, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь над всей землей, Все совершил Он, мне дал победу, дьявол побежден, и смерть не властвует теперь, Иисус Господь мой, о, Аллилуйя! Он мой Спаситель, и Он Царь Царей, Иисус Господь! Он спаситель мой, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Аминь! И я даже в этой молитве, которую пел в начале Царю Небесный, я там видоизменил, и пою ее уже так, уже на евангельский лад такой, не совсем церковно-православный традиционный, но на такой евангельский лад пою. Царю небесный, царю небесный, утешителю дух истины, ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю. Здесь все так же фактически, только на русском сейчас я спел, а не на славянском. А дальше, ты пришел и вселился в нас, вот это уже не совсем традиционно, это вот больше евангельский, это библейский. Я чистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Это уже не церковная традиция, это уже библейская, евангельская, христовая традиция уже, это уже иное христианство. Это не церковное христианство, это христово христианство, это божье христианство, это библейское христианство. И дай Боже нам в разных конфессиях, в разных деноминациях на самом деле, вот именно действительно, вот к этому приходить единству веры, единству с Богом, единству в Боге, в самом Боге. Аллилуйя, спасибо Тебе Господь, спасибо Тебе Боже за все. Благодарю Тебя Господь за причастие тела и крови Твоих, Господь. Благодарю Тебя Боже Всебогущий, благодарю Тебя великий Бог наш. Аллилуйя, аллилуйя. Возьмите хлеба, я вот заранее приготовил, вчера купил такую лепешку, вот, и купил соку, вот, не было виноградного, есть, это яблочное, яблоко черное и смородина написано. Да какая разница, здесь самое главное не качество сока, а качество нашей веры. И не качество хлеба, а качество нашего сейчас размышления, рассуждения о теле и крови Иисуса Христа, вот, и когда нету сока, то я беру просто воды и наливаю, вот, совершаю причастие, особенно, вот, когда там, либо где-то в дороге, допустим, да, у меня бутылочка воды с собой, к примеру, вот, да, взял хлеба, там, какие-то сухарики, там, или что там у меня, там, даже орженой хлеб, какой угодно. Вот, здесь самое важное, вот, это причастие, это, это, причастие совершается, оно здесь совершается и здесь, оно не просто ртом совершается, но, то, что входит, написано, Иисус сам говорил, сам Машех, Христос говорил, то, что входит в нас, оно, нас не может осквернить, вот, оно входит, ну, и выходит, все, чем очищается всякая пища, Иисус говорил. То есть, Он сказал, что то, что входит в человека, оно не может осквернить его, тем более осветить не может, абсолютно, это, ну, даже, знаете ли, глупо было полагать, что то, что входит в нас, оно может нас осветить как-то еще. Если осквернить не может нас, то осветить уж и подавно не может. А что же освещает нас или оскверняет? Иисус говорил, что из сердца исходит все, то есть, отсюда и отсюда. Оно исходит из глубины самого человека, самого естества, даже не от тела самого, вот, физического тела. Апостол Павел в том же послании, вот, в Коринф, во втором послании, в конце четвертой главы, в самом последнем стихе, там, в самом окончании этого стиха, последнего, этой главы, он пишет, что видимое, оно временно, а невидимое вечно. То есть, вот это видимое, да, оно временно, а невидимое вечно, то, что внутри. И сам человек, вот, многие старые люди, допустим, прожив, допустим, сто лет, они осознают, что их хижина, как Павел пишет дальше в пятой главе, вот эта хижина, вот эта хижина, хижина, в Библии он называет Духом Святым, вот, наше тело, хижина, в которой я живу, а есть жилище вечное на небесах, это пятая глава уже, так же, только я сейчас зачитывал, сегодня зачитывал оконцовку пятой главы, а то первая часть этой пятой главы. Вот. И, знаете, интересно, что, действительно, вот эта хижина, в которой мы живем, а само естество человеческое, оно внутри, и человек любой больше или меньше это, ну, осознает в своей жизни, больше или меньше, ну, христиан, христианам, как говорится, ну, сам Бог видел это осознавать, потому что Божье Слово об этом говорит. Но даже если человек не христианин, представитель любой другой религии это осознает, и иудей, и мусульманин, и буддист, и, наверное, любой, то, что мы называем гомо-религаре, человек религиозный, потому что не только гомо-сапиенс каждый из нас, но и гомо-религаре, человек религиозный, потому что человек религиозный, это, ну, естество человека, это нам свойственно, ну, в хорошем смысле слова религиозное, в смысле ищущий Бога, в таком смысле, значит, соединяющийся с Богом, ищущийся этого воссоединения с Богом, в этом смысле религары, ну, изначально, как оно и употреблялось, еще в латинском языке, ну, в Риме, в Римской империи, в римском праве. Так вот, и интересно, сейчас мы обычно религией называем форму, порой даже именно форму противоречащую содержанию или лишенную содержанию, лицемерие часто, особенно вот отец Александр Борисов в своей книге «Побелевший Нивы», ну, наш современник, московский протерей, очень я уважаю этого человека, имел честь общаться с ним, значит, тогда еще, в 90-е годы, вот, и в своей книге «Побелевший Нивы», или же она еще имеет другое название, «Размышления о русской православной церкви», он писал как раз тогда, он книгу и создавал тогда же, в 93-м или 94-м, не помню, году. Я еще тогда был священником традиционной православной церкви, я еще не реформатором, я до 96-го года служил в РПЦ, МП, вот, поэтому имел больше общения со священниками, значит, именно этой структуры, этой юрисдикции, значит, и канонической, как мы говорим, православной церкви. Слава Богу, уже больше 20 лет являюсь священнослужителем не канонической, а такой, ну, нормальной, живой, божьей, православной, такой, обновленческой реформаторской церкви. Вот, и знаете, ну, тогда, когда был я в плену человеческих канонов, традиций, это, ну, страшный период моей жизни, ну, он внешне не был страшным, но духовно он был действительно страшным, этот период моей жизни, когда я был в плену канонов человеческих, в плену помышлений этих людских. Вот, ну, с отцом Александром беседуя, он, да, это высказывал не только в книге, но и в беседах таких, там, в Москве, в храме Космы Демиана, на общениях, что есть религия, он подчеркивал, Радигара, да, а есть вера. Вот, религия и вера. И он подчеркивал, что исторически очень четко прослеживается, и библейский даже, именно конфликт между вот этой формой и содержанием. И обостренно очень этот конфликт ощущал всегда Машех, Христос. И в Новом Завете об этом, Брит Хадаша, да, там об этом рассказывается очень подробно. Сам, собственно, конфликт этот и привел к этой трагедии, что свои не приняли, ну, религиозная структура. Но тем, кто принял, правда, он дал власть быть чадами божьими, которые родились не просто от своих еврейских мам и пап, не просто они религиозные, они духовно возрожденные. Сам Иисус говорил, что кто не родится свыше, тот не увидит царства Божьего. И он говорил это не будь кому, а говорил это одному из вождей Израиля, одному из учителей Израиля. Вот, то есть это очень о многом говорит. И сегодня, сегодня для всех, неважно какой мы конфессии, православные, протестанты или католики, никто из нас не увидит царства Божьего, если духовно не переродится, не родится свыше, вот, от Бога новым рождением. Мы можем быть по традиции от наших мам и пап, по культуре своей протестантами, или католиками, или православными. Вот, в православной традиции, допустим, вырастаем, мы становимся православными. В протестантской традиции протестантами, в католической традиции вырастаем, мы становимся католиками. Но христианами мы не становимся, нет православия, нет католицизма, нет протестантизма. Христианами мы становимся только лишь от Иисуса Христа, только лишь от Бога. И это факт, это действительно истина, это правда. И еще Чарльз Перджин великий, золотоуст протестантский в 19 веке говорил как раз, что у Бога нет внуков, есть дети. И действительно, внуки Божьи это все чушь, это все ересь. На самом деле дети Божьи, дети Божьи. У Бога никаких внуков нет, у Него только дети. И каждый, даже если ты родился в семье христиан, и даже если твои родители были богобоязненные и верующие и духовно возрожденные люди, знающие Бога, даже если твои мамы и папы по воде ходили, мертвых воскрешали, больных исцеляли, все равно это не складывает с тебя обязанности перед Богом. И это не лишает тебя вот этого права и чести лично пережить Бога и родиться свыше от Него новым рождением духовным. И это действительно великая почетная обязанность наша, это почетная обязанность действительно, это удивительная благодать Божья. Спасибо тебе Господь, спасибо тебе. Да, слава Богу. Я вырос, допустим, в семье атеистов. Да, мои мамы и папы были атеистами. И в то время в Советской гордились этим, конечно. Вот, это была господствующая идеология советского государства, богоборческого тогда государства. Вот, и идеология была коммунистическая, бабушка, дедушка, мои были там ветераны НКВД, ЧК, значит, и люди, которые тоже свято верили в идеалы марсизма, ленинизма, сталинизма и прочее, этих измов всяких, сатанизмов по сути. Господь помиловал мою душу, вот, в неполно в 13 лет, будучи подростком, не зная о Боге никакой теории, ни мусульманской, хотя по матери я татарин, ни еврейской, по отцу я еврей, ни христианской, тем более, традиции не знал. То есть, я не знал никакой религиозной традиции абсолютно, но пережил с Богом встречу, не зная никакой теории религиозной, пережил с Ним практическую встречу. Вот, я об этом много свидетельствую, вот, там, можно на Ютубе посмотреть, кто не смотрел, мой путь к живому Богу, или же там, архиепископ Сергей Жуалев, посмертные, как-то переживания, как-то назвали видео, там, я не помню точно. Вот, я об этом свидетельствую, ну, не всегда, но иногда по просьбе, вот, верующих, иногда вот сам просто по своему, вот, такому побуждению, желанию, как вот сейчас, как иллюстрацию, допустим. К чему я это рассказываю? К тому, что тогда 13-летним подростком я, пережив с Богом встречу, вот, незабываемую встречу, а потом какие-то месяцы, вот, от Него на учение, чаще всего это было во сне просто, вот, я с удивлением обнаружил, узнал, что Он есть мой Отец, и что действительно великое чудо, вот это, ну, спасение само, это уже. Тогда и Библия стала открываться мне, как раз я в книгах по научному атеизму стал читать, 13-летний паренек стал читать книги по атеизму. Ну, они были у нас в библиотеке, и в городской библиотеке я, значит, брал эти книги по атеизму, но раньше я их не читал никогда, мне даже никакого устремления не было туда, найти полки, знаете ли, по атеистической литературе. А в 13 лет, вот, пережив Бога в своей жизни, вот, я, значит, я устремился к этим Богом с атеистической литературой. Почему? Потому что мне стало ужасно интересно. Почему люди отрицают, что Бог есть? Я же видел Его, не просто видел, я был в Нем, я был перед Ним, я тогда заболел, умер от двусторонней пневмонии, был перед Богом, потом пережил воскресенье, полное исцеление. Вот, я знаю, что такое выход из тела, знаю, что такое заходить снова в тело, то есть, это не понаслышке все это знаю. Ольга пишет, сестра, это такое счастье, что Господь так встретился с вами, такое чудо, да, слава Богу, я Богу славу воздаю. Этот год моей жизни, он юбилейный год в моей жизни, 50-й год в моей жизни, скоро будет уже 50 лет мне, значит, и тогда было 13 лет, то есть, достаточно времени прошло уже, но знаете ли, я до сих пор очень Богу благодарен и признателен. И скажу так, даже не только до сих пор, я думаю, что действительно до последнего издыхания моего на этой планете, на этой земле, я буду ему очень благодарен и признателен за то, что он совершил в моей жизни. Нет, самое главное, даже, да, за то, что он дал мне шанс еще жить на этой земле, уже с другим пониманием, с другим мышлением, что он есть, что однажды, как вот написано, что мы пред ним пристанем, да, значит, дать отчет, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Я все это видел, это из Библии потом я прочел, это все уже узнал, в теории. В практике я все это видел, находясь там, но в более реальном мире, чем этот реальный мир. Этот мир тоже реальный, но в сравнении, ну все в сравнении познается, тот мир, истинный Божий мир, он более реальный, чем этот реальный мир. Это та реальность Божья, она более реальная реальность, если можно так выразиться. Вот. У меня тогда, когда я умер, у меня было такое вдруг чувство понимания, что вот как будто бы я 13 лет своей жизни проспал, вот, ну, мне снился сон, снили сны, хорошие, неплохие сны, но, а вот теперь реальность наступила. Знаете, как вот после пробуждения от сна вы вспоминаете то, что вам снилось, вот примерно нечто подобное было и в том состоянии. Потому что сразу четкое понимание, это настоящее, это правдочное уже, это полная реальность. Вот. И хочу тоже засвидетельствовать, я об этом очень люблю свидетельствовать, что Бог есть любовь. Я это знаю из теории. Библия об этом говорится. Я скачал себе разные библии, разных переводов. Смотрю с удовольствием, читаю, вот, наслаждаюсь вот этими строками, что Бог есть любовь. Сейчас вот, в 50-й год моей жизни, я читаю это в Библии и наслаждаюсь. Но тогда, в 13 лет, я это видел, я это ощутил, я в этом был просто-напросто, что Он есть действительно любовь. Спасибо Бог же за все. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, причастие совершается не просто ртом, не просто то, что входит в нас, оно и выходит. Чем очищаете всякая пища, Иисус говорил. Но причастие совершается нашим настоящим естеством, не тем видимым, не вот этим видимым ртом, видимым желудком, видимыми руками. Это наша хижина. А сам человек, он внутри. Я думаю, даже неверующий человек, это где-то понимает, догадывается, по крайней мере, где-то, что он внутри. Особенно, ну, молодой человек может не задумываться об этом, а уже старые люди об этом задумываются. Даже я общался со стариками, атеистами, допустим, атеистами, которые, допустим, были 90 лет, даже больше 90 лет, вот моя бабушка перед смертью, ветеран НКВД, ЧК НКВД, чекист, как бы старый партийный человек, всю жизнь верила в марксизм и ленинизм, верила в коммунизм. Вот, ради этой веры ни себя не щадила, ни окружающих, знаете ли, вот, но, слава Богу, что вот ей было уже за 90, и она, вот, в моем присутствии, я свидетельствую об этом, я свидетель был. Она молилась к Богу, она обращалась к Богу, и Бог принял ее, как свою дочь. Я очень Богу благодарен за эту молитву, благодарен Богу за то, что я был свидетелем этой молитвы. Я приехал к бабушке, и я уже понимал, что уже на земле я больше не увижу ее, потому что были уже, ну, сказали, что уже остались некоторые дни ей жизни, но, знаете, немногие дни. И я молился, по дороге молился, конечно, просил у Бога, чтобы эта женщина, моя бабушка, да, старая атеистка, коммунистка, чекистка, но чтобы ее сердце размягчилось, чтобы ее сердце открылось для благодати Божьей. И, знаете ли, так оно и произошло. Вот, она молилась, я спросил бабушку, ей было за 90 лет, я спросил ей, бабушка, вы молились когда, обращались когда-то к Богу? И она мне сказала удивительную вещь, она сказала, нет, не молилась. Хотя было у нее, она рассказывала несколько таких моментов, было побуждение молиться, но, будучи очень идейной женщиной, такой, знаете ли, и достаточно искренней, такой еврейской женщиной, Она переступала через это желание и отказывалась молиться, даже тогда, когда смерть в глаза, как говорится, смотрела. Вот, ей тогда по молодости. Тогда бросала молодость ее и, как говорится, на кронштадтский лед, и бросала молодость ее, куда только не бросала. Вот, и она везде насаждала эту идею коммунизма, значит, и с револьвером в руках она считала, что действительно коммунизм – это светлое будущее, в которое должны войти все люди. Распяв свое еврейство, вот, переступив через... Ну, не только она, ее родители, мои прабабушка, прадедушка, еще до революции были революционерами, громко хлопнув дверью синагоги, как она сказала, вот, отреклись от всякой религии, от всякой веры. И, действительно, обрели такую новую ложную веру, ложную уверенность в том, что ни Бог, ни царь, ни герой не даст нам избавления, а что своей собственной рукой, революционно, террором, кровопролитием мы достигнем этого единения. И все, как бы, предпосылки к несправедливости этого мира, межнациональные, межрелигиозные, там, и прочее, все это сотрется, имущественные различия, все сотрется, и будет один народ, как бы, да, вот, будет новая общественная формация советского рода, как нам говорили. Ужасно это. Но я в 13 лет, сейчас это очень чудно, конечно, мне даже вспоминать, но тогда в 13 лет я, буквально через несколько месяцев после, вот, возвращения с того света, будем договорить, да, более реального света, реального мира более, вот, я стал антикоммунистом. Будучи воспитанным в коммунистической традиции, ну, в лучших традициях марксизма-ленинизма, воспитанной и сталинизма, я подростком в 13 лет стал антикоммунистом, ну, антикоммунистом в смысле, идейным антикоммунистом, в таком смысле слова. То есть, я перечитываю книги по атеистической литературе, вот это, атеизму, марксизму-ленинизму, я тогда Энгельса штудировал, помню, антидюринга, представляете, значит, 13-летним пареньком штудировал антидюринг Энгельса. Значит, даже сейчас как-то чудно все это вспоминать, но благодарю Богу, что и это было в моей жизни. Я очень пожалел тогда и Энгельса, и Маркса, и потом их великого практика, как говорится, как говорили мы тогда, вот, что эти люди, они просто не знали Бога. Мне очень стало их жалко, действительно, очень жалко. И жалко, еще жальче стало тех людей, которые, вот, моих родителей, в частности, родственников, знакомых, ну, всех окружающих меня людей тогда. В моем окружении не было никого религиозных, ни православных, ни мусульман, ни иудеев, никого абсолютно. Вот, я вырос в таком атеистическом, таком вакууме, но знаю, зная правду уже, зная Бога, я находил в книгах по атеизму строки из Писания, из Священописания, из Библии. Вот, и какие-то месяцы там, а потом и годы, охотился за этими местами из Писания, и у меня была тетрадка такая, исписанная этих мест Писания, тайная моя тетрадка, никому не показывал я ее. Вот, мир вам, Ольга пишет из Супова, мир вам, шалом, сестра, шалом. Вот, и благодарю Господа, Бога Всебогущего, за чудо. Сегодня совершим причастие, братья, сестры, совершим хлебопреломление, Божественную Евхаристию. И совершим ее всем своим сердцем, всей душой своей, всем саморазумением. Спасибо тебе, Господь. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь всей вселенной. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, брат мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю, за все я благодарю, за все я благодарю, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господь. Ты хлеб жизни. Ты мое исцеление, освобождение. Ты мое благословение. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Святой. О, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам плод и награды вазы. Благословен Бог наш, Спаситель наш, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так Ты, Боже, возлюбил этот мир всех нас. И примирился с нами, кровью Сына Своего. Спасибо. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Тело Христово примите, братья и сестры, дамы и господа, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо Иисусу. Спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо, Снайчайшему. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. За жизнь вечную. Благодарю Тебя. Спасибо. Дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе Нашем. Спасибо, Господь. Спасибо. Орлилуйя. Аллилуйя. Орлилуйя. Благодарю за таинство сие, за причащение святых тайн тела и крови Твоих. Благодатью мы спасены, благодатью я спасен. И это не от нас, и это не от меня. Это Божий дар, чтобы никто не хвалился, Господь уравнял нас кровью Сына Своего, Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо, дорогой, спасибо, возлюбленный, спасибо, оснащайший Господь. Спасибо. Аминь, аминь, аминь. Да, друзья, благоставляю всех вас благоставением священническим. Благоставляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. И также прошу ваших молитв. Сегодня, на протяжении этого дня, мы молимся о том, чтобы действительно миллионы-миллионы душ воззрели на Господа. Сегодня в традиционном православии напоминаю, что я говорил еще в начале трансляции о покров Богородице, но на самом деле покров Божий, на самом деле живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущий покоится. Говорит Господу, прибежище мою и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. На самом деле Бог наш покров. А если бы не Бог, то, говорится, не дари Бог. На самом деле Господь. Я взял в дорогу свой мессианский талис, талит, и пою благословение на всех вас, благословение священническое. Благословение священников во имя Господа Иисуса Христа. Кстати, в библейском исчислении, какое сегодня, сегодня уже пятое число, да? Сейчас посмотрим, уточню. Да, пятое Хешвана сегодня. Ну, 14 октября 2018 года. В библейском исчислении, я себе скачал, простой еврейский календарь называется. Там, гугл плей нашел, плей-маркет. Значит, и пятое Хешвана сегодня. Ладно, 5779 года от Сафарини мира. Ну, от нашего выхода, исхода, значит, это получается седьмой месяц, да, пятое число седьмого месяца, 3330 год нашего исхода. Вот, и поэтому и в роли мессианского служителя выступаю часто, потому что я убежден, что пробуждение православия тесно связано именно как раз с мессианским движением, мессианским пробуждением. Может быть, для протестантов, для католиков это не так актуально, но для нас православных это очень и очень актуально. Так что, да, слава Богу. И благоставляю вас всех благословением священническим, благословением Ааронова. 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 Да, благословить тебя, Господь, И сохранить тебя. Да, призвет на тебя, Господь, Светлым лицом своим. И помилуй тебя, да обратит Господь лицо своё на тебя, и даст тебе мир. И помилуй тебя, даст тебе мир. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа пребывается всеми нами непрестанно. Каждое утро на протяжении этой недели, до субботы включительно, вот, всю эту неделю, вот, с сегодняшнего дня, с первого дня недели, вот, и в библейском исчислении, и в православном нашем церковном исчислении, воскресенье, первого дня недели, вот, суббота, седьмой день недели. Хотя в светском гражданском календаре иначе, вот, в светском календаре воскресенье, последний день недели, так принято считать. Но в традиции православной, которая взята с библейского ещё иудаизма, недельный цикл богослужения начинается, вот, с сегодняшнего дня, с воскресенья, до субботы, заканчивается субботой. Вот, как и суточный цикл тоже с библейского иудаизма взята была, традиция ещё в своё время, в раннем средневековье. И, собственно, богослужебный цикл суточный начинается с вечера и заканчивается вечером, прежде захождения солнечного написана в типиконе. В общем-то, вот, вот, как-то так. Агоничный цикл богослужения начинается с середины сентября и заканчивается с середины сентября. Аминь, аминь, аллилуйя. Благословляю всех вас, дорогие друзья, вот, каждое утро подключайтесь в 6 утра, в 6 до 7, вот, время молитвы. Тоже пишите ваши нужды, молитвенные, просьбы, вот, свидетельства. Напоминаю, что, вот, у меня установлен и вайвер, и ватсап, поэтому можете писать мне. Вот, читаю свидетельства, получаю молитвенные такие нужды тоже от людей. И пишите, это российский номер, значит, ну, неважно, вы в Украине или в Америке, или где угодно, ватсап, вайвер, это международная связь, интернет, вот. Вот, но и вайвер, и ватсап у меня на российском номере. Запишите этот номер, это тот самый номер, который можно пополнять, и таким образом финансово участвовать в моем служении также. Их два номера даже вообще, да. Один тебе два, другой МТС называется, да, МТС. МТС, плюс семь, код России, и дальше номер, девятьсот пятнадцать код, МТС, семьсот восемьдесят сорок восемь семьдесят четыре. Напоминаю, девятьсот пятнадцать, семьсот восемьдесят сорок восемь семьдесят четыре. Ну, даже можно не называть сейчас эти номера. В принципе, под каждым видео информация есть. Там, значит, открывается окошечко, и более подробная информация, как молитвенно и финансово можете участвовать в служении моем с территории Украины, с территории России. По поводу служения в Украине. В январе месяце, даст Бог, в январе месяце я буду, ну, на Тубишват, я буду у себя уже в церкви в Киеве. Вот, и буду проводить семинары, вот, служения. Вот, и сейчас, поэтому, кто в Украине, пополняйте мобильные номера, там указаны Киевстар и Лайф. Лайф и Киевстар, да, два номера. И карточка Приватбанка обозначена там, открытая специально. Я попросил одного из наших священнослужителей, одного из моих помощников, отца Максима, он же Денис. Здесь, значит, открыть карточку специально для, вот, моего служения в Украине. Поэтому можете пополнять ее.